Продолжение следует... ...как передать слово ведущему нашего сегодняшнего вебинара, Леониду Сурису, скажу. Во-первых, хочу обратить ваше внимание, что в самом начале чата расположены две ссылки. По первой ссылке вы можете посмотреть расписание наших вебинаров. Но в этом расписании остался единственный вебинар, который я сейчас вам объявлю. Но, однако же, можно отмотать расписание назад и посмотреть записи всех наших вебинаров, которые присутствовали в этом расписании. Ну и вторая ссылка – это ссылка на наш видеоканал, на котором располагаются все записи не только этих вебинаров, но и предыдущих, и всякого рода учебных роликов и так далее. Так что пользуйтесь двумя этими ссылками, подписывайтесь на наш канал и будете иметь всегда свежую информацию. Сегодняшнюю презентацию, как и обычно, можно скачать в разделе «Ресурсы». Раздел «Ресурсы» можно включить по кнопке, которая располагается вот здесь вот наверху, примерно указывая направление. Это кнопка открывающейся папки, желтая кнопка. При нажатии на нее будет происходить последовательное включение и выключение этого окна. Окно располагается справа от нашей презентации. Давайте я теперь дам вам ссылку на предстоящий вебинар. Это будет последний в сезоне вебинар. Может быть, будут какие-то еще вебинары вне нашего плана отдельные, но об этом будут отдельные рассылки. Это вебинар Дмитрия Кречмана «Электронное портфолио, которое формируется само». Ну и последнее мое объявление. Вот следующую тему я назвал. «Электронное портфолио, которое формируется само» Дмитрия Кречмана. И это будет последний вебинар наш в этом сезоне до сентября месяца. Ну и последнее. Все присутствующие здесь получат электронный сертификат. По электронному адресу вам придет письмо. И в нем будет ссылка на вход в портал, где вы сможете свой именной сертификат электронный скачать. Обращаю ваше внимание, у нас некоторая задержка с производством сертификатов произошла. Но я думаю, что где-то до середины месяца мы все эти вопросы решим. И вам надо будет только немного подождать. Коллеги, вот и все мои общие объявления. А теперь я попрошу в эфир сегодняшнего спикера Леонида Суриса, который нам расскажет тему военной истории России и СССР в тематических коллекциях компании Директ Медиа. Леонид, прошу тебя на связь. Спасибо, Павел. Спасибо. Слышно меня? Все нормально. Вот. Добрый день, коллеги. Вот последний вебинар в этом учебном году. И я хотел... Тему, считаю, очень важной, очень нужной. И без которой нельзя знать историю России и не предсказать даже будущее России. Все в этом мире взаимосвязано. Выдающийся военный историк и военный Карл фон Клаузовец в свое время сказал, война есть продолжение политики другими средствами. Да? История показала и история нашей страны в том числе, и даже в первую очередь история нашей страны показала справедливость этих слов. Ну, в издательстве Директ Медиа сделано несколько коллекций, связанных непосредственно с войнами. Хотя и очень большое количество других коллекций, связанных с персоналиями, например, связанных с Лениным, со Сталиным, тоже связано с войнами. Как вы понимаете, это нельзя. История Украины про и контра. Считаю, очень интересная коллекция. Тоже там есть часть, связанная с войнами. Потому что появлялось и исчезало государство в результате войн. Вот. Сделано у нас еще ряд коллекций, которые не вышли. Это будет эта коллекция в серии «Тирания». Это Гитлер будет. И там, естественно, все будет связано с военной историей Европы, с военной историей Германии и, конечно, с историей нашей страны. Вот. Первая коллекция. Ну, теперь хотел бы перейти к новой коллекции, которую я в прошлый раз там несколько слов сказал. Это я считаю, что это важная. Это очень большая коллекция. Состоящая... Это военная историческая библиотека. Это действительно целая библиотека. Состоящая из большого количества исторических мемуарных документов. Что тоже в военной истории немаловажно. И что самое ценное, там есть редкие документы, которые очень мало известны. Конечно, можно найти, но это очень мало известны документы по истории войн. Особенно по истории войн неудачных, проигранных Российской империи. Там в основном военная история Российской империи. Но часть там есть раздел и по всемирной военной истории. Там интересные работы. Вот. И есть еще раздел, который рассказывает уже об истории отдельных полков. Полковые истории. Это редкие издания, малотеразные издания, которые выходили в Россию. И по истории самых знаменитых полков России. Вот вторая коллекция, о которой я хочу рассказать. Мы уже говорили, сейчас приближается очередная дата. 22 июня 41-го года. Страшная дата в истории нашей страны. Одна из самых страшных. Страшная кровавая дата. О войне написано столько. Столько снятых фильмов. О фильмах. И вдруг мы узнаем, что это неизвестная война. Они это тоже. И вот эта коллекция рассказывает о войне. Ну, это война. Нельзя ее вычленить из Второй мировой войны. Безусловно. Это Вторая мировая война. Но для нашей страны это Великая Отечественная война. Начавшаяся 22 июня 41-го года. С агрессией нашего заклятого друга. В тот момент нацистской Германии. Третья коллекция. Это старая коллекция. Она немножко добавлена. Но она интересная, потому что это Первая мировая война. 1914-1918 годы. Эта коллекция чем интересна? Первая мировая война. Это ключевое событие в истории Европы и всего мира в 20-м веке. Благодаря тому, что не будь Первой мировой войны, не было бы и Второй, скорее всего, мировой войны. И страны развивались бы совершенно по-другому пути. Пошли бы. В том числе и наша страна. Безусловно, была бы другой. Ну, это сослагательное наклонение. Как говорится в истории, оно недопустимо. Хотя, наверное, может быть и допустимо. Вот это об этих трех коллекциях, ну, даже не столько во всех коллекциях, сколько о отдельных изданиях, которые входят в эти коллекции, мне хотелось бы рассказывать. Первое. Многие из вас, очевидно, знают дату 14 мая 1905 года. Вот с этой даты многие считают, ну, я тоже считаю, начался развал российской культуры. Это очень тяжелая дата в истории нашей страны. Дата, показавшая несостоятельность того режима, который был тогда, безусловно, давшая начало процессу восстановления России бешенными, небывалыми темпами развития России. Самые высокие темпы в развитии промышленности, развитии сельского хозяйства в России были после революции 1905 года, которая была по многому следствием вот этой даты 14 мая. Вот. И с 1907 по 1914 год в России были самые высокие темпы развития промышленности, сельского хозяйства, выше чем в Соединенных Штатах. Все это прекратилось с входом, с вступлением России. Непонятно зачем, непонятно почему, хотя понятно. Первую мировую войну. Вот. Так что же произошло 14 мая 1905 года? Сусимское сражение. Катастрофа. Катастрофическое поражение русского флота, русско-японской войны. Погибло, значит, было уничтожено более 20 кораблей русского флота, японцами, японским флотом. Погибло более 12 тысяч матросов и офицеров русского флота. Флота Российской империи. Вот. Эта война показала слабость вот самой вот этой вертикали власти, которая была императорской властью Николая Второго. Флот был подготовлен. Не очень хорошо. Были посланы в бой с японцами. Был огромный переход. И были посланы не лучшие корабли русского флота, которые были устаревшие. Многие были устаревшие. Потом это вообще была болезнь, как оказалось, болезнь России, когда любой заложенный в ней корабль стоил в два раза дороже в результате, чем тех же, например, корабль в Америке, в Соединенных Штатах. Такой же корабль, такого же класса. И строился он в два-три раза дольше. За это время он успевал ускорить. За это время в него вносились изменения по ходу, что всегда плохо. Те, кто конструировал, знают, что лучшее это враг хорошего. И когда по ходу вносятся конструктивные изменения, принципиальные, то ничего хорошего, ни к чему хорошему это не приведет. Вот это показал и показала и русско-японская война. Учитывая то, что действительно в ней было такое тяжелое поражение для России, там был проявлен необыкновенный героизм матросов и офицеров. Но, к сожалению, вот эти вот болячки организации, организации флота, вот все, начиная от постройки кораблей, вот все там дали знать, дали себя знать. Значит, после, ну тут вы знаете, что в 905 году после вот этих страшных событий, после 9 января произошла первая русская революция. знаете, трудно сказать, как ее оценить, но, наверное, положительно, если после этого в России фактически была конституционная монархия, фактически свободное предпринимательство, в Россию потепли инвестиции, в России расцвело сельское хозяйство, во многом благодаря реформам Петра Столыпина, но расцвело сельское хозяйство, в России прекратили голодные годы, практически, которые были всегда. Вот, в России уже, вот говорят сейчас, особенно в советских учебниках истории, что Россия была отстала, какая отсталая тогда, если в ней были тогда самые высокие темпы промышленного развития и роста ВВП, вот как сейчас бы сказали, ну, это и тогда было. В России выпускались не только, значит, какие-то простые изделия, авиапромышленность, автомобильная промышленность, выпускала автомобиль в Риге, выпускался автомобиль Руссебалт, это один из самых совершенных в мире тогда автомобилей, больше у нас таких не было. Выпускались самолеты, да, с зарубежными фирмами все, но в России выпускались военные, выпускалась военная техника, кроме всего прочего. Ну, много, то есть Россия развивалась, и это развитие должно было привести, конечно, к процветанию, чем мы хуже Америки, когда свобода, когда свобода предпринимательства, когда крестьяне стали, вышли из общины, стали фермерами, благодаря реформам столы, все это закончилось. Закончилось с вступлением в Россию в Первую мировую войну. Теперь конкретно о военно-исторической библиотеке, уже о тех книгах, на которые я хотел бы обратить внимание. И в первую очередь вот о чем. Замечательный труд русского генерала, русского историка Александра Николаевича Куропаткина. Замечательный труд. Который называется «Русско-японская война. Итоги войны». Я еще забыл сказать, но, наверное, вы это все знаете, в России была в 1907 году отменена цензура фактически. И поэтому начали выходить серьезные исторические исследования, в том числе о тех войнах, которые проиграла Россия. Это Крымская война, это русско-японская война, где Россия потерпела поражение. И осмыслив этого, нельзя было двигаться дальше. Мы же уже это все потом проходили. Вот. А тогда вот вышел труд генерала Куропаткина. Это он был не только русским историком, не только стратегом, он был главнокомандующим вооруженными силами России на Дальнем Востоке. Притом с июля 904 по февраль 905 года. И роман Куропаткин обобщил, он вообще аналитик был блистательный, обобщил вот этот огромный материал о русско-японской войне. Если бы не было не было так сказать ликвидировано фактически цензура, то это бы ничего не вышло. А здесь огромное количество документов, правдивая история. И поэтому книги Куропаткина там не одна их. Вот. Они очень важно рассказывают об этой неудачной войне и анализируют причины. Что самое главное, анализируют причины поражения. Потому что из любого события надо естественно извлекать какие-то выводы, делать какие-то выводы, чтобы двигаться дальше. Вот. После этого у Куропаткина вышел еще один труд. это четырехтонный труд отчет генерал-агистанта Куропаткина вышел в 1906 году. Это 125 печатных листов. Несколько аквасов. Вы представляете, какой это патанический труд. Первые три тома там заключаются описанием трех главных сражений Ляуань, Шахе и Мукден. Там же четвертый том это истории войны. Итоги войны. Вот. Мы включили естественно книги генерала Куропаткина военно-историческую библиотеку. Если вы вспомните хотя бы школьную программу, там на этого несколько строчек, насколько я помню. именно об этих войнах важно говорить. Ладно. Поэтому естественно труды вот такого стратегии мы включили. А вообще началась с чего началась библиотека? Там несколько разделов. Первый раздел это военная история России. И первая книга в этой военной истории России. Это книга генерала Лисконского «Русские походы в степи. Удельное вечевое время и поход князя Витовца на Татар в 1399 году». То есть начали мы с первых воин, которые вела Россия. Интересная книга, совершенно неизвестная. Совершенно мало известная. а интересная надо читать этот период достаточно сложный в российской истории. И вот эта книга, я считаю, очень важна. Потом идет труд знаменитого писателя и историка Зотова. Военная история российского государства. Пятитомный труд. труд. Ну, не без недостатков, но серьезных. Труд не без недостатков, но серьезный. И что самое ценное в труде Зотова, он, кстати, был неплохим историческим романистом, выходили его романы, интересный, владел языком, хорошо, что далеко не всегда бывает. Вот. Это опять по общей истории России. Военная история России. Труд Зотова я тоже очень советую и для студентов, и для преподавателей. Он, кстати, не так часто встречается и достаточно дорогой. Здесь, в общем-то, все можно прочитать полностью. Здесь все пять частей полностью. Следующий труд тоже по общей истории России. Интересно. Это обзор двоим. От Петра Великого до нашего Дмитра. Вот. Ну, этот издан был в свое время в Германии напечатан, в Санкт-Петербурге, но в немецкой типографии. редактором этого труда был Генрих Антонович Леер, известный издатель, известный своей катошностью. Генерал-лейтенант, военный писатель, издатель. То есть, вы обратили внимание, что мы включили в основном труды профессионала, тех, кто профессионально занимался военной истории России. Ну, это просто, наверное, было оптимально, потому что на самом деле можно было сделать библиотеку гораздо больше, включить туда труды писателей. Ну, например, мы не включили, про Цусиму есть ведь замечательный роман Сергея Выценского, да, Цусима, который издавался в советское время, ну, почитать, как художественно, но это художественное произведение, возможно, там наряду с фактами, наряду с какими-то домыслами правильно, там много художественного. Это все-таки историческая библиотека, поэтому при всем уважении это очень интересный писатель Сергей Евценский, мы этот труд не включили. Следующий труд Крымская война, осада Севастополя 1854- 1856- годом. Интересный тоже труд, тоже война неудачная для России. Севастополь, ну, правда, здесь видно, что Севастополь всегда был русским городом, и таким должен оставаться. Это город русской славы, во всем войне, и конечно это город, который должен, конечно, действительно город русской славы, не хочу больше. Вот, дальше труд историка Маслова, история крепостной войны, Севастополь и Бельфорд. Интересный труд, обороны крепостей, ну, пожалуй, я бы выделил вот эту историю крепостной войны и по редкости, и по интересности. Интересный труд, ну, который очень советую. Следующий, русско-турецкая война. Война более удачная, с турками воевали, достаточно успешно, еще со времен Суворова, да, воевали успешно, тем не менее, это войны были кровопролитные, сложные, с большим количеством потил, вот, так что русско-турецкая война тоже интересна, и здесь, конечно, мы знаем о ней по замечательному приключенческому роману Бориса Акунина и по фильму, снятому по этому роману, но, тем не менее, все-таки лучше изучать это по трудам историков. Русско-турецкая война, то есть, если вы обратили внимание, пока идут войны, которые очень мало изучались в нашей стране, в школах, да и вузов тоже, да и преподавателям тоже надо узнать, это больше, а здесь это дается материал, вот мы выбирали русский лучше. Теперь о сложных войнах России, это восточные войны, присоединение Средней Азии, вот интересный труд в готовной четыре тома историка Градекова, война в Туркмении, поход генерала Скобелева, это очень неоднозначная личность, генерал Скобелев очень неоднозначная личность, там совершались вещи не самые светлые в принципе, и здесь в общем-то достаточно честно, это описано достаточно честно, так как это могло быть честно описано тогда, все-таки тогда в России, вот еще когда выходила была цензура, но тем не менее вот эта война в Туркмении, он вот этот поход генерала Скобелева описывает достаточно обстоятельства. Следующий тоже из этой серии опыт военного обозрения русских границ в Азии. Редчайшая книга, недоставаемая в советское время, ни при каких, ни во всех больших библиотеках была. Вот, сейчас да, вот можно ее, это издательство в Директмеде ее выпустило, в репринтном виде, ну, я не считаю это недостатком, я, например, свободно читал всегда, когда только стали выходить репринты, и мне даже больше нравилось, русский язык там тот же. Минский поход, опять историка Градекова, 1873-й библиотек, это уж вот, там уже показан очень интересный момент, обратите внимание, действия кавказских отрядов, кавказ, действия кавказских отрядов, воевавших в русской армии, читайте, следующая вот книга, которая здесь попала дальше, это так вот, русскую турецкую войну мы уже посмотрели, вот, дело о давче крепости порта Артура японским войскам в 1904-м году, это подлинное дело, подлинное расследование, которое было проведено, о сдаче порта Артура, это очень болезненная для России тема, и достаточно интересно описано, следующая книга, опять порт Артур, историка Булгакова, японская осада и русская оборона его суши из моря, книга Семенова, порт Артуры похож второй эскадры, русско-японская война, девять домов, тоже полностью да, ну, Куропаткинский книг я вам говорил, не буду повторять, вот, следующая, вот книга о России, это книга, я не знаю, я думаю, включать ее или нет, Николай Николаевич Головин, Россия Первой мировой войны, и вторая книга, несколько книг Николая Николаевича Головина, рассказать, кто такой Николай Николаевич Головин, да, это русский генерал, жил в эмиграции, попал в эмиграцию в Париж, запятнул себя сотрудничеством нацистами, и не просто сотрудничеством, генерал Головин отправлял русских эмигрантов на работу в Германию, занимался отправкой, служил нацистам, занимался отправкой русских людей, оказавшихся в Париже, в Германию на принудительные работы, был приговорен французским сопротивлением к смертной казни, ну, он был пожилой человек, узнав об этом, очевидно, возможно, такая вещь, он скончался от инфаркта. Ну, сами понимаете, не самая светлая личность, далеко не все в русской эмиграции сотрудничали с нацистами, да, сотрудничали там, кто-то сотрудничал, сейчас у нас вышла книга об Иване Лукьяновича Солоневича. Иван Лукьянович был большим поклонником книгов серии ЖЗЛ, когда Гитлера можно уже выпускать, вот там, был большим, хотя жизнь замечательных людей это не значит жить хороших людей тут безусловно, но Солоневич не стоит, его псевды, вот эти труды, они ничего не стоят, сотрудничал с Гитлером, скончался в Уругвай, где было много нацистских преступников, прятались, сами понимаете, брат его в Соединенных Штатах был, не запят нам был. Вот, вышла книга в жизни замечательных людей, об этом псевдо-то сказать, мыслители, ну вот, генерал Головин о Первой мировой войне написал неплохие книги, поэтому долго я думал, решил их включить, решил включить три книги, Россия в Первой мировой войне, военные усилия России в мировой войне, войне, и из истории кампании 14-го года на Росском фронте, план войны. Ну, что делать, хотя сомнения у меня были. Генерал Гофман, один из выдающихся немецких генералов Первой мировой войны, война упущенных возможностей. Анализ блестящий, блестящий анализ, аналитик был блестящий, интересно всегда книгу врага почитать. Вот альбом фотографий был включен в эту библиотеку, Великая война, это Первая мировая война, редчайшие фотографии, показывающие ужас этой войны, безусловно. Дальше Вот был по русской истории включен самый уникальный возможный труд в русском книге издательстве военной, это полностью полное издание 30-тонного 30-тонное исследование весковатого историческое обязание одежды и вооружения российских войск в частности с Первой по Тридцатой. По-моему, есть один, может быть, два целых экземпляра, а может быть, один. Во всяком случае, даже в таком выдающемся хранении, как в библиотеке исторического музея, цельвякового экземпляра нет. Я с ними сотрудничал, мы хотели когда-то это выпустить, но целого экземпляра нет. Здесь полностью с блестящими иллюстрациями, блестяще описано. Это настолько интересное чтение, что ну и всегда, конечно, недоступное совершенно, там стоимость его, возможно, в миллионах и не рублей. Куропаткина, мы, значит, уже с вами говорили, теперь очень интересное издание. Журнал, разведчик за все годы. Это военный журнал, сначала был как общественно-политический, потом военный журнал, интереснейший журнал, там номера за все годы, огромное количество, больше тысячи номеров у нас тоже. Ну, тем, кто любит военную историю, историю страны, просто всемирную историю, это такое чтение интересное, там столько найдено, ну, просто слов нет. Вот у нас есть, смотрите, полные комплекты 892, 907, 907, 9, 912, 14, 17, указатели, отдельные комплекты, приложение разведчик для солдат, ну, тех, тех, кто любит историю, это, наверное, просто пир. Ну, то есть, видите, что библиотека интересная. Вот теперь уже северные войны пошли. Описание между Россией и Швецией в Финляндии 1741, 42, 43. Мы не только в 40-м году с Финлянами воевали, мы воевали и раньше. Швеция была нашим, так сказать, постоянным противником, пока не стала нейтральной, правду нейтралитет, она довольно странный, во время Второй мировой войны, помогая нацистской Германии, поставляя туда стратегические материалы, оборудование поставляя в нацистскую Германию, вот такой нейтралитет был в Швеции. Ну, это исторически, и сейчас Швеция тоже пытается умаслить террористов, хотя получила террористов, но это вот исторически Швеция, наверное, последние победы одерживал Карл, который при полтавском сражении проиграл Петру Великому. Ладно, интересное, вот взятие шведской крепости Нотенбург на Ладожском Петру Великому, ну, это уже нам близко, но это все-таки не Полтава, это более редкое для нас событие. Война в Финляндии, опять, Мышлаевского, историка и генерала Мышлаевского. Ой, действия русского флота во время войны России со Швецией, это же редчайшие вещи. Те, кто хочет, тем, кто хочет действительно знать историю нашей страны, ну, для них это классно. Вот пошли книги дальше. Богданович это уже ну, тут так. Что еще бы хотел? Дальше кавказские войны, то, что я хотел. Кавказские войны, это тоже тяжелые, тяжелые, так сказать, страницы истории нашей войны, нашей страны. Это кавказские войны. Здесь большой раздел о Кавказе, завоевании Кавказа. Мы, наверное, в некотором роде сейчас отголоски этого слышим. Было там много страшного, было там много преступного. Как оказались, например, учители Кавказа, черкесы, чеченцы, оказались, предположим, на Ближнем Востоке. Вот так и оказались, бежали, это были беженцы. Например, в Хошинистском королевстве Иордании национальную гвардию состоит, которая охраняет короля, которую, в общем-то, боятся местные террористы, состоит из черкесов, попавших туда вот тогда, когда был завоеван Кавказ. По кавказским войнам я приведу там достаточно много материалов по завоеванию Кавказа. Естественно, это интересный раздел. Дальше раздел это о войне 1812 года. Здесь мы знаем гораздо больше. И там приведены действительно интересные книги, интересные действительно крупнейших историков. Вот, например, Бутерлина, Михайловского, Данилевского, Джавелегова, знаменитый труд, Джавелегова, подающегося, Мельгунова, Питчика, подающихся историков. Ну, Мельгунов вообще считался одним из крупнейших историков русского рубежа. Книги Джавелегова, ну, почитайте хотя бы о Леонардо да Винчи, она издавалась в жизни, в искусстве, блистательная книга, маленькая книга, блистательная. Вот, семь томов у нас есть, полностью семитомник, со всеми вытекающими оттуда. Вот, о Кавказе Дуброве, это шесть томов. Ну, интересное, интересное, интересное учтение. О Крымской войне, проигранной, опять же, того же Дубровина, ну, тут уже, понимаете, вот теперь, давайте по второму разделу перейдем. Это военная история мира. Ну, классический труд много раз издавался, но без него нельзя, это Ганса Дельбрюха, история военного искусства с древнейших времен, ну, просто как, читается замечательно, с хорошим переводом, а вот это вот следующее, это просто редкость, просто для тех, кому интересно просто читать, смотреть футурологию, как думали о будущей войне наши предки, что получилось. Блеох, будущая война в техническом, экономическом и политическом отношениях, первой, шестой тома. Почитайте и сравните с тем, что получилось. Очень полезное, интересное чтение, кстати, книга очень редкая, вот этот шеститом мне очень редко. Богданович, историк, история военного искусства, Богданович, вот, из замечательных походов от начала воин до падения Западной Римской Иперии, Архенгольц, его тоже издавались, Штенцеля, книги, все это интересно, просто уже вот третий раздел, полковые истории русской армии, это очень интересно, потому что каждый полк, мини-пи-полк, вот, история гвардии Преображенского полка, в 1859 году, Преображенцев, интересная история, без вранья, Бобровский, то же самое, история Преображенского полка, более поздняя, история кавалергардов, кто не знает русских кавалергардов, история лейб-гвардии Уланского полка, его величества, история Измайловского полка, Гручаркасского полка, императора Александра Третьего, краткая история лейб-гвардии Бусарского полка, они иллюстрированы, интересны, большие, достаточно, вообще не пожалеете, то есть, вот моя историческая библиотека, что она из себя представляет, я думал, ну, да, вам некоторые представления о ней, вот теперь придем к другому, 75 лет коллекция была издана в 75-летие 22 июня 41 года, да, я считаю коллекция очень интересная, но хотел бы здесь рассказать о нескольких книгах уже более подробно, вот Александр Мисеевич Некрич, 1941-22 июня человек попал в эмиграцию после этой книги, которая здесь была издана, книга получила высочайшая в Академии наук, среди историков, среди учителей, она вышла, получила высочайшие отзывы, не понравилась партийным идеологам, правда много, они же брали всегда о войне, ложь о войне, кстати, продолжается, и те, кто больше всего кричат о фальсификации истории, это вот и есть, как правило, фальсификаторы, кстати, я был поражен вот этой вот цифрой потерь, последней, когда я услышал, 41 миллион, ну это невероятно, это не может быть просто такого по определению, я не знаю, откуда эта цифра совершенно официально вылезла, но это бред какой-то, о чем уже написаны работы, в том числе выдающегося современного военного историка Солонина, ну вот здесь есть первая книга правдивая о войне Александра Мекрича, а вот следующая книга я скажу подольше, Игорь Львович Бунич, Гроза, кровавые игры диктаторов, Игорь Львович был, к сожалению, ушедший в 2000 году от нас историк и писатель Игорь Львович был выдающимся историком русского флота, блистательным писателем без всяких натяжек, блистательный русский язык и аналитический ум невероятный. Его книги по русской истории и по истории флота, в том числе трилогия Сталинский переход, не Сталинский, Сталинский переход, я считаю выдающимся трудом, причем написано это так, что я не представляю как можно оторваться пока это три здоровых тома, толстых 500-страничных тома, как можно оторваться пока это не прочитаешь. Так вот, Игорь Львович написал несколько книг о войне, о начале периода, как началась Вторая мировая война. Вот двухтомник гроза, операция гроза или кровавые игры диктаторов, там еще есть под заголовок или ошибка в третьем знаке. Да, это буквально описание того, что происходило до войны, там только до военной периоды, что было в Германии, что было в Европе, что было в СССР, как все это происходило, какие цели были у каждой из сторон. Вы же знаете, у Гитлера были какие цели? Мировое господство Германии, у Сталина какие были цели? Мировая революция, социалистическое приглашение в социалистический лагерь. Он же понимал, еще Ленин понимал, что в одной стране нереально построено. превращение в социалистический лагерь в СССР. Поэтому оттуда все исходило. Там была вот эта история с пактом, история с тем, как нарушался Верстальский договор, по которому Германии нельзя было иметь лод, нельзя было иметь тяжелое вооружение, танки. И как это Германия обходила с помощью Советского Союза. А почему она обходила? Ну, вы знаете, знаменитую книгу, я считаю, одной из серьезнейших книг Виктора Суворова «Ледокол». Что такое «Ледокол»? Ледоколом революции назвал Гитлера Сталин, насколько я помню. Да? При помощи Гитлера Сталин хотел сделать мировую революцию. Собственно, это была и Владимир Ильич Оленин цель, и его соратника, его продолжателя, без всяких его дел, товарища Сталина. Вот, они пытались травить западные страны, Германии, Германию, натравить на них. И когда разбяжется уже такая война, когда Германия увязнет, ударить в спину. Ну, логично, ничего плохого, конечно, удаления в спину нацистской Германии не было, но Гитлер ведь тоже, и его аналитики понимали это. И несмотря на заключение вот этого пакта, на выкармливание нацистской Германии, на поставки нефти, пшеницы, металла, все, стратегических материалов, все. Гитлер тоже понимал это. Вот, о чем это убудим, убудим, что блестяще. И вот это было, Сталин ждал высадки нацистов на британских островах. Тех, кто, тех, кто докладывал ему о том, что это невозможно, выдающийся разведчик и военный летчик. Генерал Иван Проскуров, начальник нашей, ну, то, что сейчас называется главное разведочное управление, РУ называл в Советском Союзе, вот, был зверски уничтожен за то, что он доложил, что невозможно, никакой высадки не будет, нету немцев возможности высадиться. После этого был генерал Филипп Голиков, это уже было другого масштаба личной, это докладывал то, что хотел Сталин, и они ждали высадки. А то, что огромное количество докладывали, такие, как, вот там есть в этой книге подполковник Новобранец, реальная фигура книги Гроза, начальник аналитического раздела разведки, который докладывал реальные возможности немцев, докладывал все это дело. Там есть вот это вот, Голиков прятал, Сталин в это не верил, Голиков докладывал, что высадка вот-вот будет, что немцы докладывали, да-да, у нас есть некоторая концентрация войск у границ с Советским Союзом, но это войска, которые готовятся к маршу потом, чтобы здесь готовиться. Советский Союз сам себе вырыл, так сказать, товарищ Сталин вырыл себе капкан, попался в капкан. У нас не было границы с Германией, а мы сделали, сделали границу с Германией, после чего вот эта война стала фактически неизбежна. Просто каждый дум верил в то, что верил. Гитлер понимал, что с ним будет, если он начнет войну дальше. Война с Англией, Англия воевала сначала фактически один на один, Францию быстро Гитлер завоевал, французов наверное последние победы одерживал Наполеон Бонапарт. Вот. И поэтому раздел Польши между Советским Союзом и Германией в 1939 году пакт, после которого стал возможен этот раздел, это была страшная ошибка, приведшая к этим фантастическим потерям. Конечно, не 41 миллион, но 27 это огромное. И когда у нас в фильме освобождение с гордостью говорят о наших потерях, это позор, она должна скорбить о том, что она потеряла столько людей, немыслимое количество людей. Благодаря руководству в первую очередь, благодаря тому, что были вырублены офицерские и генеральские кадры, были вырублены все, кто воевал в Испании. Якобс Мушкевич, выдающийся военный летчик и организатор. Дварь первый в стране дважды герой Советского Союза был уничтожен. Уничтожен Иван Проскуров, уничтожен Тухачевский, уничтожен Егоров, какими бы они ни были, это были боевые маршалы, это были генералы, уничтожен был офицерский состав. Старлей командовали полками, капитаны командовали полками, это немыслимо было. боялись поехать за границу, потому что потом обвиняли в шпионаже. Вот, что было в этой неизвестной войне. И все это блестяще, вот книги, почитайте любую книгу Игоря Бунича, особенно о войне. Вы поймете очень многое, получите, конечно, некоторое удовольствие от списка, но, к сожалению, книги тяжелые, но читаются очень легко, и главное, настолько это логично, что там такая логика. Другие книги тоже можете выучить, даже художественные у него есть. Почитать, это занятно просто, а вот книги по истории, это Калантера. Вот еще одну книгу Марина Вениаминовна Корневой «Страна Советов и Третий Рейх». Интересная книга, современная, победитель, бывает только один. Неизвестные страницы «Победа и края супердержав». Интересная книга. Вот переводная, две переводные книги о войне. У нас там включены они известного историка Лоренса Риса, современные книги. Нацисты при распоряжении истории. Почитайте, это очень интересная история нацистской Германии. К сожалению, были вынуждены убрать оттуда книги, на которые закончились права, в частности книгу Иохима Феста Гитлер, это самая серьезная, хотя очень тяжело читаемая биография Гитлера, многое рассказывающая, многое дающая понятия. Вторая книга, страшная книга, Лоренса Риса, но без нее нельзя, а свенцер, нацисты и окончательное решение еврейского вопроса о Холокосте. Страшные книги, без них нельзя без этого дальше видеть. вот, в принципе, вот последняя первая мировая война, хотя она по хронологии первая, интересная коллекция, я рассказал часть книг, которые там наиболее интересные, там это четырехтонный труд полный с картами выдающегося русского историка и генерала Занчковского первая мировая война с итогами, раздел итоги войны, это были 20-е годы собирались совещания РКК, где рассматривались реально итоги войны, и вот эти рассекреченные материалы, там есть, в этой коллекции, интересны, просто интересны тем, кто преподает историю, кто любит историю, кто учит историю, да и просто всем, кого интересует наша страна, интересны, вот, так что вот в этой коллекции Первой мировой войны тоже много-много интересны, и у нас еще я пару слов хочу сказать о нашем школьном портале, в котором тоже есть военная история, мне удалось договориться с наследниками, я вам говорил уже, выдающегося нашего искусствоведа Николая Николаевича Никулина, и у нас там с их разрешением выложено его воспоминания Николая Николаевича Никулина, это наряду с двухтовником, который нам предоставили наследники внуки Виктора Петровича Остафьева, проклятый и убитый, наверное, он всю жизнь мечтал это написать, написал все-таки в конце жизни, выдающееся художественное произведение, но такой силы, такая правда о войне, вот это второе, вот, дальше, там, конечно, у нас о войне есть, насколько я помню, Василий Гроссман, тоже, Жизнь и Судьба, это тоже произведение, выдающееся о войне, и вот недавно я еще хотел в заключении сказать вот что, вот о честных книгах о войне без извращения истории, 28 апреля умер Иона Бегин, Иона Львович, Иона Львович, Иона Львович Бегин, Наверное, не всем известно это имя, дважды человек был представлен к званию Героя Советского Союза, танкист АС, 16 лет пошел воевать, прибавил себе годы, мальчишка, пошел воевать, стал одним из самых выдающихся наших танкистов АСа, первый раз у него огромное количество наград, первый раз представили Героя Советского Союза, значит соответственно кадровики не пропустили, второй раз генерал Иван Черняховский дал команду представить Бегина Героя Советского Союза, сказали, ему полковник подошел, говорит, не пропустим, я буду лично следить, генерал Иван Черняховский был боевым генералом, он погиб, генерал армии, Черняховский погиб, Бегин не стал Героем Советского Союза, но он стал выдающимся писателем, врачом и автором самых страшных строк о войне, включенных, включенных, например, Евгением Евтушенко, Царство Его Небесное, в антологию, это Игорь Волгин, и люди, это выдающиеся строки о войне, мой товарищ, в смертельной огонь, не зови понапрасно друзей, дай-ка лучше, согрею ладони над дымящейся кровью твоей, ты не плачь, не стани, ты не маленький, ты не ранен, ты просто убит, дай нападник, не мусти, да вален, нам еще выступать предстоит. У него замечательная поэзия, и одна из самых честных книг, воспоминаний о войне, война, никогда не кончается, прочитайте, наряду с Николаем Никулиным, это лучшее, что было написано. Все, спасибо, есть вопросы, пожалуйста. Вопросов нет, как-то не было. коллеги, давайте поблагодарим Леонида за такой интересный вебинар, сегодня был, наверное, самый интересный вебинар из тех, которые он вел, я с удовольствием послушал. Я надеюсь, что мы осенью продолжим наши вебинары, может быть, Леонид тоже будет выступать, рассказывать о новых коллекциях, посмотрим, как пойдет наше расписание. в любом случае, давайте сейчас поблагодарим Леонида, в этом полугодии он больше выступать не будет, как я говорил, у нас остался последний вебинар 14 июня, который будет вести Дмитрий Кречман, я вас всех приглашаю на этот вебинар, на этом мы сегодня завершаем наше вещание, спасибо всем, что вы были и нас слушали, до новых встреч. Леонид, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok